Салам Алейкум В видеосюжете, который перевел с армянского на русский калиберас, жители села рассказали о российском миротворческом контингенте, своем беспокойстве, текущем положением и планах покинуть дома. По их словам, российские миротворцы должны были нести дежурство рядом с селом, однако, по факту их там нет. Смотрите, российских миротворцев на постах нет, посты пустые, если так пойдет и дальше, то ясное дело, мы уедем отсюда. Рассказал репортерам мужчина из местных жителей. Его поддержала одна сельчанка. У нас надежда только на Бога. Надеемся, что все будет хорошо. Однако армянские войска ушли, поэтому мы не можем быть спокойными. Еще один житель села сообщил ереванским журналистам, что российские миротворцы не выполняют взятые на себя обязательства. Они должны быть на посту рядом с селом, но их там нет. Просто привезли свой флаг на пять минут и сразу покинули пост. Еще один собеседник телеканала добавил, что в селе проживает всего 140 человек, но у всех у них чемоданное настроение. По его словам, среди людей царила паника. Как-то даже прошла информация, что жители деревни должны ее покинуть, но потом планы поменялись. Так и живем. Вроде миротворцы есть, но по факту их нет. Как видим, жизнь на территориях, находящихся в зоне временной ответственности российских миротворцев, не сахар. Но в этом не вина Азербайджана. Как известно, в нашей стране на самом высоком уровне гарантировали оставшимся в Карабахе армянам их право на мир и достойную жизнь. Получив паспорт гражданина Азербайджана, они смогут продолжать жить там в мире и достоинстве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно публично заявлял, что их экономические условия улучшатся и жить они станут лучше. Да и в целом, достаточно жителям села Салатын-Кент просто посмотреть на возвышающуюся над ними шушу, чтобы увидеть существенные перемены. Город преображается на глазах. Там строятся новые дороги и объекты энергетики. Быто, реставрируются жилые дома, чудом уцелевшие исторические объекты. Без всякого преувеличения, жизнь на пороховой бочке, оставшимся в Карабахе 20-25 тысячам армян, пора перевернуть страницу прошлого и начать жить будущим. А оно, если они связывают свое будущее с Карабахом, может быть гарантировано только в составе Азербайджана. Ведь миротворцы, на которых так серчают жители Салатын-Кенда, там не навсегда. И рано или поздно они покинут места своей временной дислокации. И тогда, перед армянами Карабаха, встанет выбор. Покинуть территорию Азербайджана и начать скитаться по Армении или за границам, где они, естественно, никому не нужны. Или остаться, приняв азербайджанское гражданство и став полноценными гражданами нашей страны. Азербайджан свое предложение уже озвучил. А вот услышат ли его армяне в Карабахе, покажет время. Что думаете вы, пишите в комментариях. До новых встреч.